13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня выскажет Михаил Шевелёв, наш постоянный эксперт, экономист, секретарь Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Я начну, наверное, с того, что проанонсирую, как нам можно, точнее, вам можно задать вопрос. Сделать это можно на сайте eho-kirova.ru в разделе «Анонсы». Всем нашим спикерам и гостям особого мнения можно задавать вопросы на сайте. Сегодня на сайте вопросов нет, поэтому начну я со своих вопросов, ну и, наверное, со своей любимой темы. Я обещаю, что мы поговорим об этом быстро. Праймерис Единой России. Вот, следите ли вы за ходом Праймерис? В принципе, осталось уже даже меньше половины недели до конца. Половины недели до как раз самого действия? Да, до самого события. Ну, честно говоря, как специально, скажем так, закладки нигде не ставлю, ни в интернетах, ни в социальных сетях. Но в связи с тем, что действие действительно достаточно масштабное, все, включая членов Единой России, включая членов оппозиционной партии, ну, оппозиционной, да, то есть парламентские партии, все эту тему обсуждают, журналисты очень много к ней обращают внимания, поэтому мимо неё пройти, наверное, невозможно. И на самом деле, ну, конечно, что происходит, наблюдаем. И что вы видите? Ну, видим достаточно интересное, на мой взгляд, наблюдение, да, ну, в первую очередь, я должен сказать, что это очень хорошо спланированное, отрежетированное политтехнологическое действие, да, то есть в данном случае я могу сказать, что, на мой взгляд, формируется некая модель поведения. То есть... Некая модель поведения избирателя. Да, некая модель поведения избирателя. Причём очень удобно. На сегодняшний день выборы не объявлены, да, то есть, соответственно, никакие законы связаны с агитацией, с выдвижением, с, ну, прочими, как бы, элементами. Они не, скажем так, не регламентированы, да. И, соответственно, ну, достаточно широкая полномочия есть у, практически у всех тех, кто в сентябре пойдёт на реально настоящие выборы. Как мы знаем, лето — это сезон отпусков, то есть за лето вряд ли что-то поменяется, как раз когда процедура объявления пройдёт, как раз когда вступят в действие различные ограничения. А, соответственно, сейчас вырабатывается, знаете, у технологов есть такая организационно-деятельностная игра, да. Так вот, сейчас как раз у избирателей будет формировано некое поведение, как вот в эту игру играть. То есть куда прийти, за кого проголосовать. Ну и, собственно говоря, на мой взгляд, цели реальные, праймерис, они достаточно далеки от, ну, реально заявленных. То есть от тех, чтобы найти реальных новых кандидатов, то есть обновить партию, то есть влить в свежую кровь, ну и так далее. То есть это в большей степени пиар, нежели чем выбор кандидатов в депутаты. Вот, Юля, я бы не стал слово пиар употреблять. Хорошо, это в большей степени политтехнология, чем выбор кандидатов в депутаты. Да, да. То есть нежели внутрипартийный, скажем так, отбор, ну, сильнейших и наиболее достойных. То есть это, во-первых, внутрипартийный, да. Мы с вами никакого отношения не имеем, да, но вот уже несколько минут обсуждаем. Я думаю, еще несколько минут продолжим это обсуждать. И я должен заметить, что это достаточно сильный ход, потому что все практически, в том числе оппозиционно, неоппозиционно, все льют, по сути, воду на мельницу Единой России, потому что, ну, никто другой этого не сделал. А с другой стороны, на мой взгляд, никто другой не мог бы этого сделать. А почему не мог бы, если это такая удачная технология? Опять же, ну, простите, предвыборный пиар. Сейчас все-таки еще велика деловая активность, сейчас ни лето народ не разъехался. Он читает, видит, смотрит. Почему другие партии не взяли эту технологию на вооружение? А скажите, а у какой другой партии была бы возможность, ну, в выходной день, в воскресенье, да, открыть школы, больницы, там, я не знаю, там, разные общественные места, да, муниципальные администрации, для того, чтобы провести промерие? У кого-то есть какой-то другой партии оппозиционной? Или есть ли какие-то механизмы, которые заставили бы людей, ну, собственно говоря, предоставить муниципальные и государственные помещения для того, чтобы этот праймерис провести? А если присоединиться к Единой России? Это как? Ну, я имею в виду, вы правильно сказали, что, наверное, у оппозиционных партий нет возможности, да, открыть выходной день школы-больницы в качестве участков для предварительного голосования. Я имею в виду, что, ну, вот на одних участках провести внутренние праймерис, вот, в Единой России и еще, допустим, в Справедливой России. Вот это уже ведь требует достаточно, ну, серьезного, скажем так, общественного диалога или, там, политической культуры, когда мы, условно говоря, Единая Россия предлагает, давайте в этот день проведем праймерис не только мы, но и вы. Вы выставите своих кандидатов, и мы, собственно говоря, там, ну, это невозможно. Михаил, хорошо, а в чем проблема арендовать помещение? Проблема в деньгах, то есть, на самом деле, ну, это достаточно серьезные ресурсы, и на сегодняшний день, к сожалению, выстроилась такая ситуация, когда неопределенность правилами игры, или, скорее, даже неправильно сказал, некая определенность и понимание того, что вот та культура, которая сформировалась, она, к сожалению, связана и с административным давлением, она связана и с неким согласованием разных, там, высоких должностей, там, постов и выбранных, в том числе, там, да, на самом высоком, ну, на самых высоких постах, то, соответственно, никто, ну, скажем, не может, как правильно так, мыслить и делать. Ну, смотрите, если проблема есть с арендой, деньги, бюджеты и так далее, хоть в интернете можно голосование организовать? Можно. И, на самом деле, в партиях существуют процедуры согласования кандидатуры, отбора кандидатур, и, на самом деле, ведется работа, она может быть не такая публичная, то есть, ну, в каждой партии такая работа должна вести. Каждая партия заинтересована в том, чтобы наиболее талантливые, молодые, скажем так, потенциально сильные политики, они, ну, были бы востребованы в той или иной партии. К сожалению, на сегодняшний день вся вертикаль выстроена таким образом, что, ну, максимальный ресурс, он сконцентрирован в руках одной политической силы. И это, ну, на сегодняшний день, во-первых, заставляет тех, кто имеет политические амбиции смотреть в ту сторону, то есть, люди понимают, что если они хотят, там, стать депутатами, там, ещё куда-то, то это проще пойти в единую Россию, собственно говоря, там, где-то договориться, где-то, может быть, там, просинансировать какие-то мероприятия, там, да, и, собственно говоря, встать в какое-то место какое-то занятие, там, да, то есть, в том числе в партийном списке, там, обеспечить выдвижение от партии, ну, и так далее, получить какой-то административный ресурс. Административный ресурс, мы, кстати, понимаем очень по-разному, то есть, кто-то понимает его прямым, там, знаете, там, подтасовкой результатов, а ведь есть множество других, то есть, например, я уверен, что, если какая-нибудь, там, неизвестная партия поедет и будет проводить какие-либо собрания в, там, я не знаю, там, в районных центрах, там, да, с тем, чтобы рассказать, довести сведения о своей партии, там, да, то найдётся тысяча и одна причина, по которой это мероприятие просто-напросто не состоится, то есть, ну, там, санитарный час, я не знаю, там, вдруг там концерт приедет, там, кто-то там в другую совершенно... Луна в знаке Козерога. Там, ну, множество, иногда даже объективных, как бы, скажем так, моментов, да, которые просто не дадут возможности донести члену другой партии свою точку зрения до избирателей. Поэтому, кстати, например, появились в своё время у Навального, да, вот эти кубы, это вот, ну, скажем, проведение собраний, там, на улице, в общественных местах, то есть, это повышает некую доступность к тому, чтобы донести точку зрения, объяснить, рассказать, там, сказать о том, что вот, и это даёт, ну, достаточно серьёзный результат. Вот, может быть, здесь вот это вот шоу в виде праймерис, а я его рассматриваю именно так, потому что, вот, там, дебаты проводятся, да, на них ходят, их обсуждают в социальных сетях, там, ну, разные случаи, вы сами рассказывали, которые происходят, то есть, интересно с этими дебатами, да, то есть, это такое шоу, которое на самом деле понятно очень небольшому количеству лиц, а большинству жителей, большинству избирателей, ну, вот мне друг звонил, да, я не могу сказать, что он, там, не образованный, неграмотный, там, ещё как-то, он говорит, Миш, вот, позвонила мне, там, наша, условно говоря, там, ну, руководитель, там, Центра Механной Активности, там, сказала, что нужно прийти проголосовать, я говорю, что не понимаю, какие, что за выборы, какие выборы, нужно прийти на выборы, проголосовать, почему-то в другую школу, я всегда ходил в эту школу, а тут меня зовут в другую школу, и вообще, что я туда пойду, пусть дороги лучше сделаю, вот, как бы, его, его непонимание, почему я должен идти, что я от этого потеряю, что я от этого выиграю, он мне звонит, советуется, при этом, это человек молодой, достаточно, ну, как бы, коммуникабельный, я не скажу, что он, там, супер, там, да, то есть, разбирается во всём, но для него это непонятно, и для него, на самом деле, вот этот вот элемент, он был, ну, таким напрягом, ну, что ли, напряжённым моментом, почему я должен, при том, что они взаимодействуют с этим центром, в том числе, там, по проекту поддержки медленных институтов, в том числе, там, по другим моментам, вот, поэтому, ну, как бы, вот, вот, вот это вот, с одной стороны, шоу, которое и в сетях, и на телевидении, и в средствах массовой информации, с другой стороны, это, вот, ну, некое непонимание, почему нужно идти два раза голосовать, почему внутрипартийный премьерист, внутрипартийный, как бы, по сути, ну, возможно, будет, ведь, видите, нужен результат, что пришло только-то, у нас статистику-то очень любят, только-то человек пришло, только-то проголосовал, это очень значимо, и вот, вот это вот, некий перехлёст, да, идеи и воплощение, он, конечно, ну, играет мне в пользу, скажем так, Единой России. — Михаил, а вот мне интересно, что вы ответили своему другу? Надо ли идти? — Ну, я вам объяснил, что это премьерист Единой России, то есть, если ты относишься к Единой России, если ты, собственно говоря, ну, как бы, готов поддержать, там есть кандидаты, есть кандидаты в сети, то есть, ты можешь сходить, собственно говоря, и поддержать, то есть, я ведь не буду его, там, отговаривать, там, ничего, это его выбор, то есть, в принципе, он всё понял, то есть, он уточнил у меня, какие там есть достойные кандидаты, я сейчас про них говорить не буду, то есть, я вдруг, там, какой-нибудь закон нарушил, внутри, просил. Вот, но на самом деле, вот это вот само непонимание, на мой взгляд, оно может сыграть в шутку в сентябре, то есть, мы же ходили в мае, то же самое было. Люди не поймут, я вот как участник массовых мероприятий, да, то есть, когда оно, там, организуется, когда даже разъясняется, когда, там, вопросы на голосование ставятся, я знаю, что люди, между тем, что, скажем так, как это, между тем, что им говорят, нет, между тем, что им хотят сказать, тем, что они, тем, что говорят, тем, что они слышат, и тем, что они понимают, огромная пропасть. Михаил, нам сейчас, к сожалению, нужно прерваться на рекламу, это особое мнение Михаила Шевелёва, и сейчас реклама, мы очень скоро вернёмся. Мы возвращаемся в эфир, меня всё так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня всё так же сидит Михаил Шевелёв, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа», наш постоянный эксперт, экономист, и человек, которого я очень рада видеть в своих эфирах. Михаил, давайте продолжим про праймерис. У вас есть ощущение, что люди, которые не погружены полностью в это информационное поле, считают, что вот у нас грядут выборы 22 мая? Да, то есть такое ощущение... То есть не праймерис, не предварительные выборы, а вот мы пойдём на выборы. Ну, слово праймерис, оно достаточно новое для людей, да, заграничное. Ведь что такое выборы? Выборы это означает следующее, то есть нужно куда-то сходить, прочитать информацию про кандидатов, отдать свой голос. То есть в принципе это выбор. Ну, сказать, что праймерис не выбор, неправильно тоже, потому что там, по идее, должны выбираться люди, которые, собственно говоря, будут представлять интересы партии, ну или в том случае населения, в Государственной Думе, в Законодательном Собрании Кировской области. Поэтому это действительно, это выбор. И просто вопрос в том, что у людей, которые не следят за этим, у них, конечно же, формируется некое непонимание, чего от них хотят. То есть вот этот вот разрыв, да, то есть нужно сходить, за кого-то проголосовать. И между тем, что, ну, там, случилось в этом году с дорогами, для них очень сурово. И я боюсь, что все эти мощные технологические вещи, они могут, ну, скажем, всё равно каким-то образом не создать то, ну, как бы преимущество, которое рассчитывает на сегодняшний день партия власти. Как Вы считаете, Михаил, много ли народу придёт на участки? Ну, учитывая май, хорошую погоду, ну, не думаю, что много. То есть я даже не думаю, что... Ну, давайте прогноз в процентах. Прогноз в процентах, ну, я думаю, что может пройти порядка, там, 3-5% выбирателей может пройти. Ну, при том, что на последних выборах приходило порядка, ну, максимум 10, наверное, процентов, да, в сентябре. То, ну, 3-5% для праймерис, это достаточно серьёзная цифра была. Ну, вот узнаем тогда уже в грядущий понедельник, сбылись прогнозы. Всё-таки, исходя из того, сколько участков будет открыто, то есть, и нужно понимать, что все 100% участков всё равно открыты не будут. То есть, ну, по разным причинам, обстоятельствам. Ну, а тем не менее, цифры, наверное, будут внушительны, потому что для людей это... Ну, понимаете, люди любят играть. То есть им предложили игру, это здорово, они сходят, поиграют. То есть, единственное, что в этой игре, на мой взгляд, правило выстроено таким образом, и сама картинка выстроена таким образом, что результатом без вариантов. Что вы сейчас имеете в виду? Ну, я имею в виду, что когда открываешь... Что результаты нарисуют? Нет, когда открываешь сайт праймерис, да, Единая Россия, заходишь в Кировскую область, на сайт Госдума, то там по алфавиту, в общем, всё достаточно просто и очень аккуратно выстроено. То есть, у нас есть А, Б, В, да, то есть, Азимов, Быков, Валенчук. На мой взгляд, вот они как раз сходят на страничку, то есть, их прямо как видно, то есть, и всё остальное, ну, я боюсь, что я с точностью, там, 100% угадываю тех, кто выиграет этот праймерис. Вы имели в виду список людей, которых вы только что назвали? Да, да. Ну, кстати, насколько я понимаю, Азимов и Валенчук идут по одномандатным округам. Абыков по списку. Абыков по списку, да, совершенно верно. То есть, вот, объясните, ожидаете ли вы, что результаты праймерис будут честными и объективными? Очень сложные слова, честные и объективные. Для того, чтобы результаты были честными и объективными, ну, вообще, исходя из смысла, да, должны быть правила под это сделаны. Ну, на мой взгляд, сегодня правила таковы, что, ну, не смогут люди достойно, скажем, да, в силу определённых причин, как бы, достойно себя представить, наверное, да, даже с учётом того, что они в дебатах участвуют. Вот, пожалуйста, расшифруйте, какие такие правила вы сейчас имели в виду? Ну, множество правил. То есть, понимаете... Например? Ну, про алфавит я рассказал, это правило. Ну, в принципе, правило, оно нормальное. Я удивлён, почему нет других кандидатов на А, Б и Л. Вот. Потом, скажем так, ну, множество обстоятельств, скажем... Имейте ли вы... Очень многие начали свою предвыборную кампанию. Правильно, да? То есть, давайте по уровню цитируемости возьмём. То есть, возьмём СМИ просто-напросто. То есть, мы смотрим телевизор, мы читаем газеты. То есть, у нас на сегодняшний день вот эта тройка, она, как бы, безусловно, лидер с точки зрения цитируемости. Ну, то есть, точнее, может, губернатор... Нет, ну, подождите секунду. У кандидата есть бюджет на протяжении, во время выборов. Ну, на сегодняшний день. Никто не мешает делать оплаченные публикации. Да. Ну, Юля, сами подумайте. То есть, складывать достаточно серьёзные деньги на этом этапе, без каких-либо, ну, скажем так, не внутрипартийных выборов, да? То есть, с точки зрения партийцев, с точки зрения поддержки идеологической, с точки зрения более такой профессиональной поддержки, да? Ну, мы же кого выбираем-то? Кандидатов, кандидаты. Мы выбираем людей, которые будут формировать законодательную базу, в которой мы будем жить и развивать Кировскую область и Российскую Федерацию. К сожалению, вот этот принцип, он изначально очень слабо заложен, ну, скажем так, во внутрепартийной праймерики «Единой России». То есть, там присутствуют эксперты, несомненно, такого хорошего... Вы имеете в виду некую партийную программу, её наличие? Партийную программу, возможности услышать друг друга. То есть, вот, как это правильно? В своё время, Сухотерин Ленинцев, Янкович сказал, что, на мой взгляд, говорит, важно было бы, чтобы те, кто голосует, сдали некое ЕГЭ, для того, чтобы они имеют право голосовать. Те, кто голосует? Те, кто голосует, должны доказать, что они делают правильный, осознанный выбор. Понимаете? То есть, и вот в данном смысле, как бы, вот, если бы голосующие обладали правильным, как бы, осознанным выбором, да, то результаты могли бы быть другие. И в данном случае, если бы праймерики были действительно внутрипартийные, как бы, там, тайным голосованием, да, они могли бы претендовать на честность и объективность, то, что члены ЕГЭ очень хотят, чтобы от партии, там, вот эти, эти, эти люди стали в голове списка. Результаты могли бы быть весьма другие. Но так ведь и было в прошлом, позапрошлом году. Кандидатов к кандидату не были члены партийной России. Не утверждать, не опровергнуть этот тезис, потому что не участвовал, не знаю, как были организованы. И, в принципе, прошлый год он, так или иначе, дал старт этому году. То есть, и прошлый год был достаточно технологичен, и в этом году будет достаточно технологичен. Я должен сказать, что, к сожалению, в нашей стране вот эта вот политическая культура, она очень серьезно диктуется, скажем так, сверху, да. То есть, у нас очень часто меняется выборное законодательство, у нас очень часто меняются правила, у нас очень часто меняются законы выборов. То есть, и, соответственно, в силу каких-то обстоятельств, там, у нас убирают строку, там, да, против всех. У нас в силу каких-то обстоятельств переносят, там, или делают единый день голосования. У нас в силу каких-то обстоятельств, там, ну, еще какие-то, там, осуществляют. Сейчас будут изменения на прошлом заседании ОЗС, приняли решение об ограничении, собственно говоря, агитации за того или иного кандидата. Словно говоря, если ты не в пуле с этим кандидатом, то ты не можешь про него сказать ни хорошо, ни плохо. Вот это вот я как бы не совсем понимаю, эти детали, нюансы. Они очень юридические, с одной стороны, очень тонкие, но с другой стороны, они достаточно серьёзные ограничения накладывают на то, налагают на то, чтобы осуществлять предвыборную гонку о гитаре и так далее. И вот это вот изменение законодательства, скажем так, вот всё большее уплотнение неких таких, правил таких всё более жёстких, жёстких, оно, конечно, с одной стороны, оно гарантировает некий результат, а в гарантированном результате легче строить чуть дальше, чем выборы, скажем так, да. С другой стороны, конечно, сам изначальный принцип демократии, равенства, голосов он убивает. Вот ЕГЭ для избирателей, вот это, мне кажется, было бы гораздо более правильный подход, то, что ты сдал, ты знаешь, чем одна партия от другой отличается, ты знаешь, кто у них кандидаты, в чём их идеология, да. Ты, соответственно, имеешь право идти и проголосовать, делать осознанную выбор. Это такой подход достаточно интересный, это, наверное, из другой, скажем так, системы. Но это ваше особое мнение. Я напомню, что это Михаил Шевелёв, мы сейчас снова должны прерваться на рекламу, сейчас мы уйдём, очень скоро вернёмся. Это особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря регионального отделения партии «Гражданская платформа», экономиста, нашего постоянного эксперта. Михаил, вы сами упомянули в первой части программы ситуацию с дорогами, то, что люди не понимают, да, почему им нужно идти голосовать, при том, что у нас вот такие дороги, вот такие условия жизни, такой результат работы и так далее. А вот тут городская администрация обнародовала список улиц, которые будут отремонтированы и в первую очередь приведут в порядок участки улиц на Октябрьском проспекте, на Ленина, на Кольцово. Всего в перечне в этом 25 участков. И на них планируют потратить, дай бог памяти... Ну, например, отопсисия. Сейчас найду, скажу чуть позже. Отопсисия, наверное, где-то вот это. Ну, 25 участков всего в перечне. Как вы считаете, достаточно ли это и поможет ли это как-то повлиять на результаты праймериз, например? Ну, то, что к сентябрю дороги более-менее сделают, я в этом уверен. Так. Ну, то есть, я, не знаю, последние, сколько лет, очень много, езжу по области, да. То есть, по крайней мере, центральные магистрали, они, как правило, где-то к сентябрю-октябрю, они практически все восстанавливают. Проблема в том, что в апреле-май мы наблюдаем картинку не всегда жизнерадостную, а в этом году совсем безрадостную, скажем так. В этом плане вообще подход к дорогам, подход к ремонту дорог, подход к планированию ремонта дорог, подход к прозрачности относительно выделяемых средств и как бы сделанных, да, он, на мой взгляд, не удерживает никакой критики. То есть, вот здесь вот мы сейчас обсуждаем с вами объявление. Ну, так, а что его обсуждать-то? То есть, много или мало, мы сказать не можем, да, надо анализировать смету. Думаю, что смета по всем канонам жанра, она проверена в специализированном центре, который занимается проверкой. Вот, кстати, я нашла 33,8 миллиона рублей. Ну, цифра больше должна быть намного, потому что... Я говорю про ямочный ремонт. Ну, то есть, у вас там несколько списков, один ямочный, один сплошное полотно, одно, один там квадратами 25 на 25 делают. Да, да, да. Вот, поэтому там это разные лоты, разные, соответственно, участки, ну, я не знаю, разные ли подрядчики, да? Гордормустроя написано, что будет все ремонтировать. Повезло ему, как-то он мог сконцентрироваться, выйдет, молодец, ну, дай Бог, сделает. Вот, видите, на мой взгляд, отношение к дорогам вообще принципиально показывает отношение власти к периоду нахождения власти. То есть, за пределами пятилетнего срока, ну, как бы тяжело, да? То есть, в нашем климатических наших условиях, что получается? Получается, в апреле дороги отошли. То есть, мы увидели масштаб проблемы. То есть, мы вместе сходим, смотрим масштаб проблемы. То есть, достаточно оперативно стараемся сделать дефектовки о том, что здесь нужно делать это, здесь это. В первую очередь, там, обращаемся к тому, что граждане сказали, там, да, то есть, там, вот, это очень проблемный, это совсем проблемный и так далее. Затем, по нашим правилам, мы должны провести аукцион, ну, то есть, сформировать лоты, провести аукцион, выбрать подрядчика. Он должен сделать. Вот, исходя из количества денег, из сроков выделения, исходя из дефектовки, да, очень часто получается, что? Что работы выполняют у нас осенью. Вот, к сожалению, так получается. И осенью, ну, мы имеем ситуации отказа от, как бы сказать, от того, чтобы получить, например, федеральное средство на ремонт дорог, потому что не выбрали подрядчика, а чего, какой смысл делать в ноябре, там, в декабре, вложить асфальт, там, в снег, условно, да. То есть, опять же, ну, вот этот подход, его нужно кардинально менять. Его нужно менять с точки зрения долгосрочности планирования. Его нужно менять с точки зрения, там, прозрачности, с точки зрения, кто делает, да, подрядчик. Нужно смотреть его репутацию. Нужно смотреть его репутацию с точки зрения гарантийного обслуживания этого участка дорог, да. И, к сожалению, на сегодняшний день может быть масштаб проблем, может быть система, которая существует в системе госзаказов, может быть непосредственно исполнители на местах, скажем, их влияние. Оно ведет к тому, что никто этой долгосрочной стратегическим планированием ремонта дорог не занимается. Кстати, вот в прошлой нашей программе Андрей Учинин предложил торговать не только сам ремонт дорог, но и гарантийное, точнее не гарантийное, а обслуживание этих дорог. Андрей Николаевич очень четко понимает, например, такую ситуацию, которая связана с муниципальным образованием. Там, если подрядчик-то может найтись и приехать, там, условно говоря, небольшой участок, в рамках проекта поддержки местных инициатив есть 2,5 миллиона, есть 1,5, есть 100 миллиона рублей в участке дорог, которые делают. Естественно, что они приехали, сделали, забыли, потому что обслуживают совершенно другие организации уже, совершенно другие бюджетные средства закладываются. И вот это совмещение, оно, наверное, может сделать так, чтобы подрядчик был заинтересован в том, чтобы, условно говоря, не дали дорогу на 10 лет. Сделать максимально качественно. Максимально качественно, чтобы потом максимально, ну, собственно, не тратиться на неё. И однозначно в этой системе появились бы, ну, такие достаточно серьёзные крупные организации, там, с репутацией. Вот сегодня организация с репутацией, она, по сути, вот, просить так я и не назову, не надо в рамках дорожного строительства. Ну, а что, а Гордор Мосстрой? Ну, это МУП, это очень специфическая организационно-правовая форума, скажем, да, и где-то на одном кругу, кстати, разговаривали, эффективный или неэффективный МУП. Я говорю, ну, если у них в задачу стоит освоение бюджетных средств, то они очень эффективны. Если они с миллиарда рублей, нашим МУП, там, зарабатывают 16 миллионов рублей в год, как бы, да, то это, наверное, не очень эффективно. Вот. С другой стороны, ну, про эффективность это очень сложно разговаривать, особенно с точки зрения дорог. У нас, вот, проблемы, срок выбранный, ямочный ремонт, используемые технологии, всё в совокупности. Плюс мы можем всегда воспользоваться услугами гидрометеоцентра, да, и сказать, что вот в этом году вот очень... Аномально снежная земля. Аномально снежная, аномально сложные климатические условия, которые они позволяют. Опять же, у нас есть в обязательствах, насколько я знаю, использовать песчано-соляную смесь. Кому-моему, Евгений Рычков говорил в этом самом, по городу Слободскому. С одной стороны, заставляют её использовать, там, с точки зрения, там, чтобы не леднело, чтобы, там, не скоризили, там, ДТП, там, и так далее, безопасности дорожного движения. С другой стороны, она убивает дорогу, это песчано-соляная смесь, да, а с точки зрения, когда всё расстояло, когда всё разбито, уже другой орган приходит и требует. Восстановите дороги, понимаете? С одной стороны, сломаете дороги, с другой стороны, восстановите дороги. Основания разные. Ну, или одни и те же. И, вроде как, и то, и другое основание заслуживает уважения, да? Всё правильно. У нас всё делается по правилам, по закону. Вот в этом у меня искреннее уважение к нашему государству. Вот чего-чего, а мы всё делаем по закону. Мотивируем по-разному, интерпретируем по-разному. Иногда про людей забываем, но по закону, что ли. Михаил, у меня ещё одна тема есть, осталось у нас с вами 5 минут до конца эфира. Вот тут торговая промышленная палата рекомендовала кировскому бизнесу не работать с турецким. Такое обращение опубликовано на сайте. Палата предупреждает бизнесменов о том, что выезды, например, на конференции, выставки по приглашению турецкой стороны могут быть использованы для провокации в отношении россиян, что турецкие бизнесмены, выражаясь по-русски, могут кинуть кировских. Как вы считаете, с чем связано это обращение и имеет ли это нечто общее с действительностью? Вот этот момент, я честно говоря, не читал сам текст обращения. Полюбопытствуйте. Полюбопытствую обязательно. На мой взгляд, конечно, оберечь наших предпринимателей от нехороших дядин и тетин и рубежных, это очень бережливый подход к нашему предпринимательству. Я думаю, что оно оценит эту заботу. Как жалко, Михаил, что наши слушатели не видят сейчас ваше лицо. Ну, да, все, я думаю, можно будет посмотреть. И хитрую искорку в глазах. Аналогия у меня, конечно, проводится с компаниями МММ, когда почему-то у нас не озаботились тем, чтобы оберечь наших граждан от того, чтобы не вкладывали. Но на самом деле, на мой взгляд, это издержки как раз той волны псевдопатриотизма, возможно, какого-то, которая существует, чтобы... Ну, везде есть перегибы, в любых здравых моментах есть перегибы. И в данном смысле этот перегиб связан с тем, что, возможно, линия всей торгово-промышленной палаты таким образом формирована, что рекомендована, нужно довести до всех. С другой стороны, ну, честно говоря, я не знаю... А почему, а вот интересно, почему только с турецкими, почему-то с египетскими можно, а с турецкими стоит? А тут разные ситуации, то есть у нас, как бы, видимо, геополитические моменты разные. Я думаю, что было бы правильно приложить к этому пометку поведения с египетскими предпринимателями, с турецкими, возможно, с индийскими, с китайскими, ну, и там, в зависимости от существующих геополитических карт. Скажем так, отношений нашей страны. Вот со странами БРИКС однозначно нужно, как бы, скажем, более тесно сотрудничать там. Возможно, выезжать чаще нужно. И тоже надо рекомендовать, что заменить турецкие контакты на... Ну, на самом деле, вот мы с вами смеемся, да, а вот эти, к сожалению, эти моменты, они, на мой взгляд, все больше будут проявляться. И... Ну, вы с юмором так относитесь? Я пока отношусь к юморам. То есть пока я отношусь к юморам, хотя на самом деле в каждой шутке есть доля шутки. И, честно говоря, как бы, та система некой закрытости, которая приводит... Вот, с одной стороны, говорят, импорт-замещение, да, но импорт-замещение, оно хорошо, когда мы нацелены на то, чтобы, ну, стать конкурентоспособнее на этом рынке. Когда мы используем импорт-замещение для того, чтобы сформировать новую монополию в худшем её проявлении на освободившемся рынке, там, да, то это неправильно. И то, что, как бы, вот эти вот... В современном открытом мире, в современном, ну, скажем так, с современным уровнем развития, там, энергетики, робототехники, нам нельзя закрываться. То есть не может быть страна закрытая. Должна идти на любые всевозможные открытые площадки. Вот недавно Евгений Михайлович был там в Турине, на второй по значимости выставке книжной, да? Евгений Михайлович Дрогов, издательство «Украткое», да? Он один представлял всю книжную отрасль Российской Федерации. Он один нашёл возможность из Кирова взять свои книжки, съездить и показать там Россию. Это куда годится-то? То есть мы такими шагами никуда не уйдём. И на самом деле вот эти вот моменты, тем более при сегодняшнем курсе евро и доллара, я не знаю, нужно отварить прежде всего зарубежные рынки. Нужно стремиться и стремиться продавать там. Мы уже всё сделали для того, чтобы отчудить было невыгодно. То есть при двукратном росте доллара и евро, ну, куда? То есть, а с другой стороны, вот этот момент нужно развивать и расширять. Михаил, нам, к сожалению, пора заканчивать, потому что время наше вышло. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Шевелёва, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономиста, нашего эксперта. Я благодарю вас за эфир. Михаил, спасибо. Спасибо. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.